Сегодня по всей стране отмечают День гражданской авиации. В Якутске в компании «Полярной авиалинии» состоялось торжественное собрание. Заслуженных сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами. Также подвели итоги конкурса «Самая эффективная лётная эксплуатация Ан-24». Сюжет Ниргуяны Егоровой. Наталья Хлебникова, осуществив свою детскую мечту, пришла в авиацию в 1995 году, продолжает династию авиаторов. Как сама считает, главное в её профессии – крепкое здоровье и выдержка. На небе ситуации разные. Нужно найти общий язык с пассажиром, морально поддержать и не раз оказывать первую помощь. Родители очень часто ездили в отпуск. И как бы с маленьких лет понравилась эта профессия – работа бортпроводника. И когда мне было два года, я сказала, что я буду бортпроводником. Ну, как бы сейчас бортпроводник, а тогда я сказала, что он Деса. У меня как бы вся семья в авиации. У меня вот папа, как авиатехником был, сестра у меня инженер, техник, инженер. Я как бы летаю. Сегодня руководство подводит итоги и отмечает лучших. В авиакомпании работает свыше 700 человек, все профессионалы и влюблённые в небо люди. Авиакомпания у нас известная. В Якутии у нас около 10 типов разных самолётов. Мы выполняем и социально значимые перевозки по улусам, и там, где площадки. И санитарные полёты, и спасательные полёты, и регулярные полёты между районными центрами и столицей. Сегодня подвели итоги конкурса «Самая эффективная лётная эксплуатация воздушного судна Ан-24». Конкурс проводится целью мотивации лётных специалистов к расчёту, выбору и использованию наиболее экономичных режимов, эшелонов полёта для каждого рейса, обеспечения качества и безопасности. Среди них оказался второй пилот Николай Беспалько из Омска, по воле судьбы оказавшийся в Якутии. Романтика-то, конечно, она своя, но наряду со сложностями. Но сложности, я, конечно, говорю о погодных условиях, отходят на второй план. Да, учитывая, точнее, после того, как ты видишь, все эти красоты с высоты. Год уже вот в первой эскадрилье, Ан-24, Ан-26. Всем доволен, всё нравится. Гендиректор компании Александр Тарасов озвучил, что в планах у полярников с помощью правительства республики и федерального бюджета будет обновление парка. В этом году закупят пять вертолетов нового поколения.